Вечерний перехват на Радио Крым. Про то, о чём все говорят, спорят и размышляют. Серьёзно о серьёзном. 12+. 17 часов 04 минуты. Вечерний перехват. Марина Павлова и Владимир Андронаки у микрофона. Здравствуйте, дорогие друзья. И я начну лирично нашу тему. Денёк весёлый с давних пор. Обычай есть патриархальный. У нас и лгать, и всякий вздор. Сегодня всем пороть нахально. Хоть ложь-то, впрочем, привелась так хорошо к нам в самом деле, что каждый день в году у нас отчасти 1 апреля. Да, ну вот так вот. Это мы начинаем тему о 1 апреля. О дне смеха или, как говорят люди смелые, о дне дурака. У нас Андрей Владимирович Синичкин, доцент кафедры культурологии Таврической академии Крымского федерального университета. Здрасте, Андрей Владимирович. Добрый вечер. Добрый вечер. День дурака. Ну это ж надо было так додуматься человечеству, чтобы придумать такой праздник и отмечать его как День дурака. Это что хотели сказать умные люди, которые придумали этот праздник? Ну, наверное, в празднике всегда не хватает, кроме веселья, еще и смеха. Вот, то есть веселиться можно по-разному, да, то есть как-то веселье оно возникает. А вот какая-то шутка, какое-то острое слово, какое-то действие, какой-то розыгрыш, да, рано или поздно понадобились истории. И она знает много таких примеров еще с древности, когда розыгрыш или шутка была приемлема как среди простого люда, народа, да, так и при дворах, там, даже вспомнить тех же шутов. Без этого дела не обходилось. Но вот очень интересно, как появился этот праздник, да, и я сразу скажу, чтобы обозначить нашу тему, да, единого мнения, как он появился, нет. Но есть разные версии. До сих пор не поняли, не выяснили. Есть набор достаточно аргументированных версий, но тайна уходит корнями глубоко в прошлое. Кто-то ищет ее, начиная там от римских императоров, кто-то ищет ее в Индии, кто-то ищет ее в Египте древнем. Вот где, наверное, люди умели смеяться, особенно когда строили. А, простите, я перебью вас, а может быть, кто-то из наших слушателей знает, так пусть позвонит, плюс 7978-400-264, или напишет нам на смс-ку 4647 слово Крым и дальше свою версию. Ну, а вы, пожалуйста, свою версию выскажите. Ну, у меня как таковой нет, есть только перечень тех версий, которых я знаю. А какая вот версия такая относится к глубине древности? Ну, самая, наверное, древняя версия начинает рассматривать смех и культуру смеха где-то с древних греков и с древних римлян. И у греков это было в традиции веселье, да, то есть чаще всего это связано с богом вина и земледелие Дионисом, плодородие. И праздник Великий Дионисий, сбор урожая сопровождался разными праздницами, в том числе и мы знаем, что именно с этого праздника пошло греческое соревнование в драматургии. То есть кроме того, что у греков был такой состязательный характер культуры, вот, кроме этого, после того, как начали рассказывать, да, то есть и хоры исполнять песни про этого бога, они разделились на две. На песни, которые рассказывают его жизнь эпическую, и те песни, которые вызывали смех, потому что они исполнялись не совсем трезвыми актерами, но тоже были достаточно приемлемы. Это как в индийском кино, люди зачем туда ходят, да, посмеяться и поплакать. Да, вот эти люди по-гречески назывались комос, вот, и отсюда произошло, судя по всему, слово комедия. А те песни, которые эпические, они исполнялись людьми, которые назывались трагус, то есть козлы. У нас это слово звучит не очень определенно, а вот по-древнегречески трагус. Нет, вполне даже определенно звучит это слово. Просто не сильно благозвучно, да, если в отношении. Это как по, там, не знаю, у нас слово обезьяна сразу вызывает такие радужные эмоции, а по латыни питек, вот и как. Не смешно. Не смешно, да, абсолютно никакой ассоциации, кроме там австрала, питека и пятикантра. Андрей Владимирович, почему вы вдруг начали говорить о смехе с древних греков? По-моему, человек начал смеяться тогда, когда он стал человеком. Ещё далеко-далеко до древних греков, разве нет? Без смеха, без шутки. Ну, мы говорим сейчас о нарративе, то есть о зафиксированных случаях. Зафиксированных, вот, это важно. То есть мы, когда, историки, да, они любят рассуждать, начиная с позиции письменной культуры, да, археологи, с позиции тогда ещё, когда говорят камни. Но когда говорили камни, то есть тут очень сложно что-то выделить смешное и так далее. А вот древние вот эти вот фигурки, которые делали, они ещё были очень примитивными, но уже чувствовалось в этих фигурках юмор, когда несколько преувеличено. А гротеск, гротеск. Да, здесь нужно понимать природу юмора, да, которую тоже издревле, да, стало ещё разбираться древними учёными и уже в трудах по эстетике, да, выделяют категорию комическое. А туда уже относят и смех, и юмор, и все его стадии, там, ирония, сатира, сарказм. Комедия положений. В конце концов, человек всегда смеялся над другим, когда тот спотыкался и падал. Ну, ведь правда же? Ну, есть разные... Самая такая пример, уже проходит сотни тысяч лет, а всё равно человек споткнулся и упал, и всем смешно. Хотя глупый смех, но тем не менее он называет. Да, если человек, ну, смех в большинстве своём, тот, над которым смелись раньше, был представлен на противопоставлении, да, и если человек ввёл себя неестественным образом, наряжался в какие-нибудь наряды или совершал движения нелепые, то, конечно, это вызывало смех. Также шуты, которые существовали при дворах королей, они тоже должны быть либо маленькими, да, либо высокими, и всегда, конечно, уметь что-то, да, нужное и не вовремя сказать. Андрей Владимирович, у шутов была совсем другая роль при королях. Политическая? Нет, они могли в глаза королю сказать то, что обычный подданный не скажет никогда, ему просто отрубят голову. Интриги всякие плели, и действительно, они озвучивали то, порой и что. В этом и заключалось противопоставление, потому что никто не мог сказать правду, да, и все говорили лезть. И тут фраза, которая говорилась в правду, да, то есть, грубо говоря, это была ирония, правда, высказанная в форме шутки. И, естественно, такая вещь, да, ставила шута на другое, противоположное по отношению к остальному обществу положение. И опять же, все тоже противопоставление играло в пользу юмора. Царям было смешно, что кто-то хоть и на шутливом уровне позволяет. А иногда это так как бы приводило к серьезным каким-то последствиям. А потом, знаете, то, что не мог сказать король, а шутка, а все остальные говорят, ну что с дурака возьмешь. Ну, знаете, я думаю, что бывали такие случаи в истории, когда и шутам головы рубили. Да, шут была непростая профессия, и даже по нашей истории можно... Вечно на краю лезвия. Да, есть... И все-таки им позволяли, их специально держали, и позволяли им это говорить ради этого. А если бы им все время рубили, они бы уже тогда не так... Ну, надоело отрубили следующий. Шут умер, да здравствует шут. Да, точно. Вот, знаете, хотелось бы вспомнить о том, что в нашем эпосе, да, ведь главный герой кто? Иван Дурак. Ведь человек, наверное, тоже, из которого можно посмеяться, и который смеется с других людей. Ну, может, не в эпосе. В нашем... В фольклоре, в фольклоре, да. В нашей фольклорной традиции их много, и не только там Иван Дурак. И причем Иван Дурак, он в сказках всегда противопоставляется тому замечательному Ивану, который появится в конце сказки. То есть у нас всегда сказка о преображении. То есть человек был, ну, грубо говоря, аутсайдер, да, то есть никому не нужен, все с него смеялись. И в конце концов он преображается в добро-молодца, получает жену-царевну и так далее. Живет долго и счастливо. Это универсальная система сказки, о которой там и Проб писал в свое время, и Рыбаков. То есть они выделили вот эту главную и универсальную суть сказки, да, и объяснили, почему Дурак это... То есть Иван Дурак, это не смешно. То есть Иван Дурак, он должен преобразиться. Да, но в самом начале сказки это какой человек? Это ленивый человек, нерасторопный человек. Ну, знаете... То есть полный перечень негатива. Нет, это очень интересная тема. Сейчас у нас маленькая пауза, а потом продолжим. Реклама Как проявляется характер? Не на словах, а на деле. Мы делаем сыр. В нем наша честность, выдержка, сила и наша нежность. Николаевские сыроварни. Сыры с характером. Спрашивайте продукцию Николаевских сыроварен в магазинах города. Это просто кетчуп. А это кетчуп Макмай. На слух ощутимой разницы нет. Разница есть на вкус. Попробуйте. Макмай Хороший урожай с земли начинается. Возьмем грунт-богатырь, и урожай у нас будет отменный. Хороший урожай начинается с грунта-богатырь. Пансионат «Солнечная долина», расположенный на полуострове Тарханкут, приглашает крымчан на майские праздники. Вас ждут скидки на проживание, посещение здравительного центра, кафе на берегу моря, развлекательная программа, праздничный салют. Детали по телефону плюс семь девятьсот семьдесят восемь ноль десять двадцать шестьдесят пять. Реклама на радио «Крым». Телефон Симферополя семьдесят восемь восемьдесят четыре сорок четыре. Андрей Владимирович, я категорически не согласен с Мариной, которая вот так вот говорит об Иване, дураке, что он такой ленивый. Нет. Да, он не сильно работящий, но он безобидный, он веселый и никому не делающий, так сказать, вреда, и, в общем-то, мечтающий о чем-то хорошем и готовый прийти всегда на помощь. Вспомните хоть конек-горбунок, когда он приходит на помощь братьям, которые не хотели идти и охранять пшеницу, но и остальные там, где он шел вызволять кого-то, какую-то царевну там вызволять. А вспомните, как он из-за своей лени печь оживил, чтобы она сама... А это не Иван, дурак. А кто? Емеля, Емеля. А, вот о том и речь, да. Значит, и Емеля туда же, куда и Иваны, дураки. Да, там встречается еще один персонаж, связанный со смехом, это принцесса Несмеяна, да. Царевна Несмеяна, да, которая... А вот она капризная. Интересно тоже, она не могла рассмеяться, это уже серьезная проблема. Это тоже, психологическая. Но, по-моему, и... Внутренний зажим, я бы сказала. И Иван как раз-то и справился с этим. Да, то есть Иван, дурак, это противопоставление. Это, то есть, когда его представляют дураком, то есть над ним не обязательно смеяться. То есть есть, конечно, вещи и смешные, да, он может выполнять это, но не как дурак, а просто как персонаж сказки. В конечном итоге всегда Иван дурак, рано или поздно от него ждут вот этого вот преображения. Да, и принца. Мне кажется, вот Иван дурак, прежде всего, это ода тем людям, которые разочаровались в себе и которым дают надежду на то, что все-таки у вас все получится, если вы задвигаетесь, если вы станете ответственными, проявите какие-то вот решительные такие шаги и поступки, то все у вас в жизни случится, как в сказке. А что? Может быть, да. В этом есть очень большая доля правды, поскольку чаще всего в сказке хотят увидеть не человека, который живет рядом с тобой, да, а человека-аутсайдера, да, человека, который вот, у него с ним ничего не может произойти, и вдруг раз и произошло. Да, у Ивана всегда есть братья, которые вроде бы как умнее и вроде бы как лучше. А оказываются позади на три шага. Но оказывается, всегда позади. Но вот это вот деление на три брата и так далее, это тоже, то есть сказки наши выросли прямиком из греческих легенд и пересказов, потому что наша культура отечественная ведет свое начало от византийских, да, то есть у нас литература эта византийская сначала появилась, а потом фольклорный материал язычества смешался с греческим, смешался с христианским, да, и вот такой у нас синтезированный, да, то есть пласт достаточно большой фольклора появился. И если мы помним, да, то происхождение вот, например, тех же скифов, да, это замечательная легенда, связанная с Гераклом, где Геракл встретил тут Ехидну, и от Ехидны произошло три сына, и опять же, да, то есть младший самый, который скиф стал, ну, правителем всей скифи, потому что он смог натянуть лук, ну и так далее. Вообще, то есть происхождение скифов всегда фигурирует обязательно три брата, и скифы становятся. А если учитывать, что скифы были так предвестники, да, появление государственности более поздней, например, там уже Киевской Руси, да, то есть кто был до скифов на этой земле. На этой земле были иранские племена, то есть начиная там... На какой земле? У нас большая земля. Они были от Дуная до Дона, то есть... Вот так вы говорите о южной части вот этой, лесостепи и степи, так? Да, ну мы, то есть я говорил... А русская государственность немножко севернее. Да, я говорил, конечно, в контексте близких нам земель, то есть которые занимают, которые иранязычные племена все заняли, то есть начиная от Кавказа, уходя на Волгу и до, конечно, лесов, потому что по лесам там не поскачешь, то есть вот эти кочевники-намады дошли до Дуная, и, наверное, какой-то там прототип государственный, несмотря на то, что городов не было и так далее, то есть там какая-то все-таки система у них управления была. И легенды рождались именно из-за этой. И мы знаем, что царские скифы, да, вот как раз-таки, наверное, берут, то есть корнями уходят в эту легенду, а царские скифы — это некая малочисленная часть этих племен, которые как раз-таки у них более-менее... Это государство прослеживается, ну, во всяком случае, их столица неапольскивская, которая находится рядом с нами. Андрей Владимирович, мы недалеко ли ушли? Мне кажется, далековато. Мне кажется, поближе к земле русской. Нет, без проблем, конечно. Вот говорят, Петр Первый был великий шутник. Как вообще вот на Руси появился... Давайте рассмотрим, как оно появилось в Европе. А давайте, давайте. А быстренько к России. Потому что, естественно, 1 апреля не могло у нас появиться раньше, чем появилось в Европе. Почему, кстати? Ну, во всяком случае, в исторических трудах зафиксировано, да, даже если почитать, не знаю, там, нашего великого историка Карамзина, то мы не увидим этого праздника до Петра. В его пересказах, а это человек, который серьезно штудировал эти все летописи, которым присылали их там ящиками и так далее, который там 9 лет потратил на то, чтобы эту историю написать. Ну, и разве что кто у нас там? Татища, да, написал один из первых там труд. Конечно, были и раньше исторические труды. Но вот Карамзина, если внимательно почитать о тех временах, о допетровских временах, то мы там ничего такого не увидим. А вот если изучать... Позвольте пять копеек вставить. Не мне, конечно, оттягаться с Карамзиным и с вами, и с прочими, но мне кажется, что на Руси умели смеяться еще до предпетровскую эпоху, потому что была масленица. А это, как всегда, очень веселый праздник. И ряженые там были, и скоморохи, и так далее. Другое дело, что у нас не было Дня дурака, и тем более он не отмечался 1 апреля. А вообще шутить, смеяться и веселиться вот так вот от души у нас... С этим связана гипотеза происхождения этого дня с праздниками перерождения, то есть возрождение природы. То есть Новый год, весенние праздники. Новый год, который связан с новым весенним, осенним циклом. То есть до того, как январь появился в качестве официального праздника появления Нового года. Это, простите, не Владимир или святой сказал, принимая христианство, что веселье на Руси есть питье. Но слово веселье это прозвучало. Понимаете? Значит, все-таки умели веселиться. Пусть после чарочки медовухи или чего они там... У меня такое полное убеждение, что и до Владимира Великого умели веселиться. Совершенно верно, справедливо. Начиная с тех времен, ну, он напрямую связывает это с питьем, то есть можно сейчас уходить в глубь истории напитков, но мы этого делать не будем. Да, есть гипотеза, которая связывает праздник 1 апреля с праздниками возрождения, то есть с календарным циклом, то есть с появлением весны, с уничтожением старого. Это вы говорите о Заппе, о Европе? Нет, это все и у нас. То есть та же Масленица и так далее. Но Масленица мы знаем, что она связана с праздником Пасхи, да, то есть она связана с нашим... Нет, 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 Пасхой никак не связана? Она связана с нашими более глубокими корнями языческими, я имею в виду, ну, сейчас. Языческими, да. Да, с языческими и с Пасхой. Все-таки, как ни крути, она называется Сырная Седмица и так далее. Да, верно. Вот. И, конечно же, на Масленицу, да, то есть если изучать историю уже этого праздника, то мы увидим все атрибуты карнавальной культуры, которая существовала еще с времен древних римлян. Но у нашего праздника 1 апреля есть характерный набор элементов, так же, как и есть характерный набор элементов или символов для Масленицы. И вот на 1 апреля он хоть немножко, но другой. Конечно. А вот то, что вы говорите про Петровскую эпоху, и то, что праздник у нас относительно так прозвучал 1 апреля и начал укореняться, то да, Петр был сторонником, так сказать, западной культуры. Он оттуда брал многое сюда, и вот, наверное, День дурака тоже сюда и притащил. Ну да, пока он был в Голландии, наверняка он попал на этот праздник. И в те времена об этом празднике уже не просто знали, но и некоторые люди даже написали труды по этому празднику. Например, в 1686 году Джон Обри написал труд «Fullis Holiday», то есть «День святого дурака». И там он собрал сведения про этот праздник. То есть если есть уже целая книга, которая прямо пишет об этом празднике, то, конечно же, Петр, который был немножко позже этого, там через буквально какие-то 15 лет, но в этих же краях, разумеется, это всё увидел, и, разумеется, ему, наверное, понравилось. Но если говорить вообще о появлении такого вот прецедента празднования Дня дурака, то, конечно, лучше обратиться к письменным источникам, которые напрямую указывают вот это словосочетание. 1 апреля, или он ещё известен под разными названиями в европейских странах. Ну, есть несколько устойчивых версий, что этот праздник появился в континентальной Европе. То есть связан с Германией, связан с Францией. Вот. И с Францией он связан тем, что во Франции называется он «Poson Avril», то есть рыбный дурак, то есть или рыбный апрель, или рыбка апрельская. Ну, по-разному. Почему? Потому что рыбку на спину, да? Ну, да, эта традиция появилась позже, и вот, да, начали думать, а что ж такое, да, почему. Ну, и некоторые считают, исследователи, что вот происходит в речках, или происходил тогда, в исторические времена, в речках, сейчас не знаю, нерест, да, нерест рыбы, и в большинстве своём, когда происходит нерест, она глупеет, скажем так. Она даётся... Прямо в руки идёт. Да, она прямо в руки, там, на пустой крючок и так далее. Поэтому слово «апрельская рыбка» считалось глупая рыбка, да, то есть которая... Кстати, да, так и есть. 1 апреля сегодня запретили лов рыбы. Которая, соответственно, попадается на крючок. И вот потом, да, вы совершенно верно сказали, что одно из развлечений – это тактильное. То есть вот есть разные версии шуток, да, и вот тактильное имеется в виду, то есть тебе что-то цепляют, и цепляют так, чтобы ты не видел. Это может быть всё, что угодно, во Франции, допустим, это бумажная рыбка. Но это очень безобидно, я считаю. Да, разумеется, там кирпич не повесит. Да, табуретку, да, всего лишь рыбка. Да, это не то, что на кнопку сесть или что-нибудь ещё в этом роде. Это безобидная рыбка. Но самое главное в этом жесте, да, то есть это же не просто прикрепить её, да, а нужно заставить, да, начать, чтобы человек что-то сомневался, задёргался, занервничал, потом начал хватать там себя руками, пытаться как-то это всё увидеть. И как только он её видит, вот здесь я и кричать там с первого апреля, как у нас, или там, как они кричат там… С апрельской рыбкой. Постонавриль, да. Ну, точнее, ничего. Я где-то слышала, вешают бумагу на спину, пни меня, написано. Ну, это более грубое. Это та же самая шутка, только грубее. Причём, насколько я помню, у нас её могли повесить только первого апреля. Ну да, разыгрышение, это мы любим всегда, это правда. Да, у нас, я помню свои времена, в школе у нас разыгрывали без всякого апреля, и в апреле просто это становилось более… То есть более официально, да. Лавиной просто, да? Тогда не нужно было обижаться. Лавина опасна. Да, первый апрель – это только тот был день, когда на шутки нельзя обижаться. Да, на шутки нельзя обижаться, совершенно верно. А на все остальные времена, да, когда там тебя поздравляют с Новым годом, и при этом, то есть говорят с наступающим, и топчутся тебе по ногам. Вот это я помню, да, такие розыгрыши у нас существовали. А вот всё-таки на Руси этот день начал называться как? День дурака или День смеха? Ведь это же несколько разные такие вот оттенки. Ну, официально, то есть официально он первый… То есть официально он называется «Первый апреля». То есть «Первый апреля» никому не верить. Но вообще этот праздник неофициальный. А потом уже появились к нему добавки такие, вроде там «Дня дурака» или там «День смеха» или там «День розыгрыша» там «Первого апрельского». Вот, кстати, у меня есть стихотворение Пушкина. А вот стихотворение Пушкина мы после новостей услышим. Хорошо. Крымская служба новостей. Мы знаем всё. 16 плюс. Здравствуйте. У микрофона Катерина Казмиди. В этом выпуске Сергей Аксёнов запретил строить креветочную ферму на пляже в Сакском районе. Губернатор Севастополя пообещал уволить своего зама за срыв ремонта дорог. В Ялте продлят пешеходную часть набережной. Об этих и других событиях подробнее. Крымская служба новостей. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что проект по строительству креветочной фермы на пляже в селе Поповка в Сакском районе реализовываться не будет. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук. Решение было принято в ходе рабочей встречи главы Крыма с вице-премьерами Юрием Гоценюком и Дмитрием Полонским. Сергей Аксёнов заявил, что работа местных властей по данному проекту оценивается как некорректная. Глава Крыма подчеркнул, что инвестор с пониманием подошел к ситуации и готов без дополнительной претензионной работы в кратчайшие сроки приступить к разборке сооружений. В свою очередь правительство республики окажет содействие и примет меры по поиску альтернативного места, подходящего для размещения креветочной фермы. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников пригрозил уволить своего заместителя Владимира Базарова, а также исполняющего обязанности директора Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры Евгения Исакова. Причина – срыв сроков ремонта дороги на улице Симонок и строительство автомобильной парковки у нового парка на Фиоленте. Об этом губернатор заявил во время заседания городского правительства. Напомним, ремонт дороги должен был завершиться 1 апреля, однако чиновники заявили, что реально дорога будет введена в эксплуатацию до 15 мая. Похожая ситуация – с парковкой возле парка на Фиоленте. Ялтинские власти готовы приступить к продлению пешеходной части городской набережной до здания морского вокзала. Об этом заявил глава администрации города Алексей Челпанов, сообщает Крыминформ. По словам градоначальника, тротуар, согласно концепции, станет шире, в пешеходные дорожки будет вмонтирована подсветка, а также будут разбиты дополнительные клумбы с пальмами. Челпанов также заверил, что вся прогулочная территория останется в муниципальной собственности, и ее доступность сохранится. В Севастополе защитили права местной жительницы, получившей травму по вине подрядчика ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя. Женщина упала в земляную траншею, образовавшуюся вследствие снятия асфальта. В результате получила травму правого коленного сустава. Гагаринский районный суд города удовлетворил исковые требования частично и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в сумме более 56 тысяч рублей, а также морального ущерба в размере 20 тысяч рублей. Это все новости к данному часу. Катерина Казмиди, Крымская служба новостей. Вечерний перехват Серьезно о серьезном Я напоминаю, сегодня 1 апреля, и мы продолжаем говорить о дне смеха, дне дурака. Каждый его называет по-своему. И у нас в гостях Андрей Владимирович Синичкин, доцент кафедры культурологии Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернацкого. Андрей Владимирович, мы остановились на том, что вы хотели процитировать нам строки Александра Сергеевича Пушкина, которые, как известно, уместны абсолютно в любой ситуации. Да, я когда уходил на эфир, предупредил на кафедры, естественно, ну а кафедра у нас культурология, они говорят, обязательно что-нибудь из Пушкина вставь. Я говорю, а если у Пушкина нет? Найдется, да? Мне сказали, у Пушкина есть все. Поэтому. Брови царь на хмуре говорил вчера. Повалила буря памятник Петра. Тот перепугался, я не знал, ужель? Царь расхохотался. Первый брат апрель. Ну да, и вот объяснил, в чем шутка. Первый брат апрель. Первый брат апрель, да. Теперь вот в связи с этим мы с вами разобрали такую неустойчивую версию, теперь ближе к календарной дате. И вот есть, значит, больше, чем аргументированная версия, там, наверное, имеющая право на существование, это связанная, это версия связанная с изменением календарных дат, то есть с Григорианской реформой. Она существует в двух, то есть у нее такой двойной старт. Первый старт это у французского короля, Карла IX. И Карл IX, он еще в... Это какое время? Это 1500, это середина 16 века. 1583? Нет. Нет? В 83-м уже это Григорианское. Это те кардиналы вместе с папой, которые собирались в Италии. А французский король решил перенести праздник начала Нового года с конца марта на 1 января. Почему с конца марта? Потому что, соответственно, начиналось это все дело на Благовещение, Новый год. То есть была сначала неделя после Благовещения, тогда... То есть по тому календарю это было 25 марта, вот. А у нас уже там через 13 дней это 7 апреля, ну а там, соответственно, 25 марта. И получалось, что это конец марта. И потом целая неделя шла праздников, и вот после того, как она заканчивалась, начинался Новый год. И получается, что Новый год был 1 апреля, ну или там в начале апреля. И когда король решил перенести, то во Франции этот день, то есть день только во Франции, этот день, то есть официально Новый год в официальных бумагах стали 1 января. И здесь возникла, конечно, бумажная путаница. Потому что, когда в бумагах писали с Нового года, то большинство из... Воспринимали старую дату. Да, воспринимали старую дату, то есть она у них уже была и так далее и тому подобное. Вот. Но потом Григорий, это один из... Григорий XIII, да, он, если я не ошибаюсь, значит, он ввёл ещё и высокосный год. То есть добавил вот эту разницу. Ещё больше всё запутал. И ещё больше, да, всё запуталось, и он ещё раз сказал, что да, действительно, надо всё это делать с 1 января. То есть была одна Франция, а теперь появилась рекомендация ко всем остальным странам. То есть, например, Англия, она там где-то только через 100 лет стала с 1 января. То есть появилась вот эта вот большая-большая неразбериха. И некоторые считают, исследователи, что вот благодаря именно этой неразберихе началась вот эта вот, скажем так, суматоха на 1 апреля, когда появились розыгрыши. И вот когда... То есть здесь у Пушкина, да, то есть он говорит, что ему сообщили, что повалили памятник Петра. То есть это вот ещё одна вещь, да, или ещё один символ или форма шутки, или форма розыгрыша. Мы знаем, что есть, что можно что-нибудь прилепить человеку, да, и он ходит и не понимает, что над ним смеются. А есть форма обмануть человека, да, то есть сказать какую-то нелепицу. И вот в связи с этой формой как раз связаны уже более современные времена, потому что средства массовой информации, да, то есть постоянно на 1 апреля, где-то уже начиная там с газет, да, там в Англии, и заканчивая там последними средствами массовой информации сейчас, иногда на 1 апреля дают какой-нибудь розыгрыш. И таких розыгрышей за историю накопилось достаточно много. Ну и какой можно упомянуть? А вы все упомяните, пожалуйста. Давайте, вот вы наверняка подготовили, какие вот на ваш взгляд самые яркие за мировую историю? Ну, значит, давайте посмотрим. Ну, например, сейчас, минуточку. Есть 1530 год, вот вдумайтесь, да, 1530 год, это 1 апреля. Это встреча законодателей в Аусбурге, то есть это в Германии. И спекулянты, то есть они поставили деньги на, ну, как букмекеры, то есть на результаты этой встречи. То есть тогда это был достаточно большой промышленный район, развивался этот финансовый центр и так далее. То есть, грубо говоря, большие букмекерские конторы, да, там появились в виде спекулянтов. И поставили большие деньги на результаты этой встречи. А встречу отменили только по одной простой причине, что она первая проводилась 1 апреля, и ей все равно никто не поверит. Но спекулянты были обмануты, то есть обычно они обманывают, да, то есть вот, а здесь они были обмануты, да. И поэтому, ну, скажем так, над ними потом еще долго потешались, как пишут разные источники. Вот, на мой взгляд, одна из интересных, да, вещей, причем относящиеся чуть ли не там к первой трети 16 века. Вот более такой грозный пример. 1 апреля 1572 года голландские мятежники очистили город Денбриэль от испанцев. Ну, была война за испанское наследие. Испания принадлежала еще по праву раздела Священной Римской империи. Земли в ряде стран, которые сейчас называются Нидерланды. Голландия – это всего лишь на все две маленькие области в больших Нидерландах. Нидерланды переводятся в Нижние земли, поэтому все, что там было рядом с морем, практически все было Нидерландами. Сейчас мы, наверное, чаще даже используют название Бенилюкс, да, чтобы вот вспомнить ту большую, большие Нидерланды. А здесь Голландия. И Голландия – одна из первых стран, которая, во-первых, зарекомендовала себя прекрасно на море еще до всяких англичан, до всяких испанцев, да, то есть до Золотой Армады, до капитана Дрейка и прочие. То есть голландцы были, скажем так, первыми мореходами Европы, и поэтому... Андрей Владимирович, вы что-то очень далеко уходите от шутки, и я уже не могу... Шутка, да, шутка заключалась в следующем. Да, да, меня надо останавливать. У вас очень много информации. Мультирологический пласт широк просто. Да, про испанцев, про Армады и так далее. Давайте прямо шутку саму. Итак, значит, в 1572 году мятежники очистили город Денбриэль от испанцев в главе с герцогом Альба. Написали стишок, что он потерял там очки. И, то есть, ну, судя по всему, у него было там моноколь или пенсне, или что-то, он не видел. Не доглядел. Да, и, то есть, таким образом они сказали, что, то есть, во-первых, он теперь ничего не увидит, да, а во-вторых, он потерял очки еще и в плане того, что, то есть, этимология у них очень близка к нашему понятию очки. То есть, баллы, да, то есть, грубо говоря, не заработал там ничего в этом городе. И Голландия одна из первых стран, которая стала, получила независимость от Испании, в которой произошла первая буржуазная революция в Европе. Вот такая вот шутка, да, я же говорил, что она грозная. Ну... А какая-нибудь крутенькая и смешная, вот совсем. А есть смешные шутки? Или они все такие грустные и суровые? Давайте я, вот, я читала, что 1 апреля 1986 года... 1986 какого? 1986 года на страницах газеты «Парезиен» появилось сообщение о решении парижского муниципалитета разобрать Эйфелеву башню. И что якобы ее перевезут недалеко, на то самое место, где будет вскоре построен парк аттракционов. Ну и, естественно, французы были просто возмущены, недоумевали и осадили редакцию газеты письмами, телефонными звонками. Я думаю, это смешно было потом, когда они узнали, что это все-таки шутка. Да, вот еще один, несколько шуток. Я надеюсь, они покажутся вам смешными. Итак, спасение герцога Лотарингии. Дело в том, что в 1632 году, 1 апреля, он был заключен вместе с женой в замок. И они переоделись в крестьянскую одежду и сбежали. И когда мальчик-пастух увидел, когда они бегут, он подбежал к страже и сказал, там герцог Лотаринский со своей женой переоделись в крестьян и убегают. Они говорят, мальчик, не надо нам тут шутить, мы прекрасно знаем, какой сегодня день. И герцог Лотаринский со своей женой сбежал. Смешно. Буквально через 50 лет, через 60, в 6 лет, в 1698 году было знаменитое мытье Львов рядом с Тауэром. Это в Лондоне, что ли? Здесь не просто шутка, здесь она имеет продолжение, потому что, ну знаете, как прикол, его один раз рассказали и все. Ну, если он там интересный, то используют несколько раз. Это то же самое, да, это как вот получило продолжение. Дело в том, что после того, как увидели, что действительно подумали, что есть какие-то белые королевские львы, которых ежегодно там купают рядом с башней Тауэр, потому что именно там они содержатся, там их кормят чуть ли не там, я не знаю, отборными преступниками. Откормленными преступниками. Так вот, потом начали выпускать пригласительные билеты через год, через два, через три, то есть и раздавать эти пригласительные билеты на мытье Львов. Маленькая пауза. 17 часов 44 с половиной минуты, Яндекс.Пробки, Симферополь. Город красный, просто красный. Вот площадь Советская, да, вокруг все. Проспект Кирова, улица Ленина, улица Александра Невского, начиная от улицы Жуковского, бордовыми линиями, объезжайте. Так, что у нас еще? Улица Шмидта, да? Можно сказать про ДТП? Да, давайте. Мои любимые. Значит, на проспекте Победы после пересечения с объездной дорогой, значит, проспект Победы, улица Нижнегорская, там ДТП, и проспект Победы от центра при подъезде к пересечению с объездной дорогой, второе ДТП, и еще одно ДТП, дорожно-транспортное происшествие на улице Севастопольской, недалеко от пересечения с Эстонской улицей, кто знает. Вот, это недалеко от рынка, вот так вот, три дорожно-транспортных происшествия. В центре ездить можно совершенно спокойно, никаких проблем. А вот улица Ленина, пролетарская, и часть проспекта Победы между кольцами Советской площадью и Куйбышевским кольцом, ну, есть напряженка. Реклама. Как проявляется характер? Не на словах, а на деле. Мы делаем сыр. В нем наша честность, выдержка, сила и наша нежность. Николаевские сыроварни. Сыры с характером. Спрашивайте продукцию Николаевских сыроварен в магазинах города. Это просто кетчуп. А это кетчуп Макмай. На слух ощутимой разницы нет. Разница есть на вкус. Попробуйте. Макмай. Хороший урожай с земли начинается. Возьмем грунт-богатырь, и урожай у нас будет отменный. Хороший урожай начинается с грунта-богатырь. Да здравствует весеннее настроение и глобальный цен снижение. Только сейчас в магазинах Доброцент. Масло-растительное Кубанская долина. 5 литров. 319,90. Сыр сметанковый. 1 килограмм. 349,90. Тэйт-автомат. 6 килограммов. 349,90. Феодосия. Симферопольское шоссе. 56 В. Первомайская. Улица Октябрьская. 116 Б. Симферополь. Московское шоссе. 11 километр. И Ленина. Фрунзе. 53. Пансионат Солнечная долина, расположенный на полуострове Тарханкут, приглашает крымчан на майские праздники. Вас ждут скидки на проживание, посещение оздоровительного центра, кафе на берегу моря, развлекательная программа, праздничный салют. Детали по телефону плюс 7 978 010 20 65. Реклама на радио Крым. 7978 400 117. Вечерний перехват. Серьезно о серьезном. Андрей Владимирович, мы, может быть, сейчас вернемся еще к хохмам. Они действительно есть и смешные, и современные. Но сначала поразмышляйте, пожалуйста, над природой смеха. Почему вообще родился и возник такой праздник? И он не мог не возникнуть? Он не мог не возникнуть, потому что смех есть система гармонизации человека, психической гармонизации по сравнению с окружающим миром. То есть, условно, его жизнь заключается в напряжении, если верить психологам. И, соответственно, освобождение от этого напряжения. И вот одним из способов снятия напряжения и является смех. То есть, он в природе самого человека, несмотря на то, что у животных его абсолютно нет. У животных нет чувства юмора? Нет. Но у животных нет и того разума и сознания, про которое мы говорим, что есть у человека. А говорят, что обезьяны тоже порой понимают шутку. А собачники и кошатники, они вам возразят, что их кошка, их собака как раз-то понимают юмор. Ну, судя по всему, всё-таки мы их делаем смешными, а не они нас. Поэтому, да, несмотря на то, что Куклачёв с этими кошками поразил весь мир, да, какие они у него хорошие и какие они у него смешные. А мы прекрасно знаем всех домовладельцев, да, которые любят кошек. Хорошо. А смотрите, кошки и собаки, они ведь когда играют, они ведь не по-настоящему кусают, а только так как бы кусают. Они прыгают, хохочут, пытаются из-за угла как бы испугать, ну, там, с кем они играют, понимаете? Есть же различия между радостью и смехом. Это, вы знаете, есть такая замечательная наука, она называется этология или зоопсихология. Я пытался различить, чем занимаются эти обе науки, но у них один и тот же предмет – это поведение животных. И в поведении животных, да, они пытаются выделить некое символическое поведение животных. То есть не то, что связано с каким-то набором генетической информации и всё, вот, а какие-то символы, да. И оказывается, что у животных довольно-таки развитая такая символическая система, которая условно можно отнести к генетической. И вот в этой системе как раз животное может делать всё, что угодно, играть и так далее. Но игра, если её рассматривать в более широком контексте, она, то есть не в узком, да, там, спортивная игра, игра в шахматы, игры разума там или ещё чего-нибудь. А вот в более широком, то это, ну, тоже одна из частей поведения как животного, так и человека. Но если животное в результате игры постигает этот мир... Навыки какие-то. Да, и приобретает какие-то навыки, которые им пригодятся, да, то есть две собаки молодые там бегают, играют, кусают друг друга, да, но они всё-таки бегут в это время, да, учатся, то есть работать в стае там, ну, по-разному это происходит, или там волки, например. А то человек ещё под игрой подразумевает ещё целый ряд возможностей, и всё это прекрасно, прекрасным образом голландский учёный Йохан Хейзинга написал в замечательном своём труде про игру, которая называется Homo Ludens, человек играющий, вот, где он расписывает все эти и стадии игры, и специфику игры. То есть и вот в данном случае, вот если мы разбираем сейчас 1 апреля, да, то для нас это есть в нём некий элемент развлечения, да, что вот животному вообще не присуще. То есть он играет для того, чтобы потом выжить в природе, да, а мы играем для того, чтобы отвлечь себя от мира окружающего, да, и немножко разбалансировать нашу психику. Хочу вот какой факт упомянуть. У меня есть ребёнок, ему только-только исполнился год. Я заметила, что он смеётся во сне, ну, где-то, наверное, месяцев в 9, в 10. То есть что это значит? Это какая-то искренняя радость? Это реакция на что-то психики? Ну, во-первых, вам нужно поговорить с детским психологом. Нет, я не думаю, что это какой-то ненормальный фактор, наоборот, я радуюсь. Это хорошо, что уже проявления смеха встречаются у людей вот на первом году жизни. Детская психология – это всё-таки вопрос к детскому психологу, да. Значит, это есть чему радоваться, я вот к чему. Да, мы можем сказать, что, то есть у нас в культурологии, мы говорим, что там филогенез повторяет онтогенез, ну и так далее. То есть как человечество, то есть как ребёнок развивается, так и вроде бы как развивалось человечество, да, то есть с таких опытов познания природы до уже более какого-то осмысления. Есть вещи, которые изначально заложены у ребёнка. Например, он, то есть какой вид искусства он воспринимает лучше и быстрее, чем все остальные? Это музыка. А вот пожилые люди, интересно, во сне смеются или нет? Доживём, узнаем, да? Да, это можно проверить, это та вещь, которую можно проверить. Сказала и посмотрела почему-то на меня. Я всё время смотрю на собеседника Владимира Петровича. Целюсь в глаза. Всё, спросим у бабушек и дедушек. Вы знаете, что, Андрей Владимирович, понимаете, шутка, юмор и вот этот праздник, день смеха, день дурака, это ещё подтверждает вот ещё что, что в человеческом сообществе полно действительно дураков. Но они есть. Вот, и поэтому я хочу вам третью форму розыгрыша рассказать. Да, сейчас скажете, это те люди, которые до предела наивные, готовы верить во всякую глупость. Ну вот такие вот они родились. Поэтому не зря же песня «На дурака не нужен нож, ему три короба наврёшь и делай с ним что хочешь». Вот действительно так. Всякую глупость вот скажешь, а человек скажет, да, действительно, а может быть. Но это наивность больше. Но это наивность, можно говорить, и наивность, которая не проходит с годами, это присуще этому человеку. Легковерие. Да, вот, ну если это как синоним наивности. Ну, у них есть свои шутки, которым они смеются. Может, ещё отсутствие какого-то внимания, потому что в нашей культуре есть многие пословицы, да, которые говорят, что, например, знал, где упал бы, соломку подстелил, да. То есть мы не понимаем, что произойдёт. Когда нас могут разыграть, мы тоже не понимаем. Помните, была целая программа, которая называлась «Розыгрыш», да, и когда вне всякого апреля приходили и разыгрывали людей, которые ничего не подозревали, спекуляция именно на этом и работает, вот как вы совершенно верно сказали, там, процитировали. Но розыгрыши бывают разные, и даже в этой программе были совсем не смешные розыгрыши. Я хочу рассказать вам о классическом розыгрыше, который появился с 1 апреля и во всех странах мира используется. Вот мы говорили про рыбку, да, то есть, ну, это там, или там, сказать, у тебя спина лела еще. Еще один, да, это тоже, кстати, та же рыбка, только без рыбки. Сказать, что у тебя спина лела, и он там где-где, и там над ним потом шутят. Вот, значит, сказать какую-то фразу, да, которая не имеет ничего общего с действительностью, да, когда там сказали, что там вот сбежали, да, вот кто-то не поверил, львов надо мыть, не поверили и так далее. А есть еще один розыгрыш. Это когда тебя просят что-то принести или отправляют выполнить какое-то несуществующее задание. То есть, грубо говоря, миссия невыполнима. Я читала, что финны отправляли своих детей к соседу принести стеклянные ножницы, мягкий плуг. Это не только финны. К соседу дети, а нет, и говорили, что у них этих инструментов нет, идите в следующий двор. И так пока какой-то все-таки из соседей не сжалится над этим ребенком. Меня отец попросил принести двуручный секатор, вот, к соседу. И я пошел, то есть, как на маме. Уже смешно. Да, двуручный секатор сказал. Ну, а что тут такого, ну, не знает человек, что. Ну, у меня, да, то есть у нас дома виноград, папа там постоянно был занят. И говорит, слушай, сгоняй за двуручным секатором, я вот что-то по соседу отдал. И я пришел к соседу, к нашему, дяде Саше, и говорю ему, дайте мне двуручный секатор. Он мне, он сначала удивился и говорит, что двуручный секатор? Может быть, двуручный меч? Говорит, может быть, он это, может, это не секатор, может быть, садовые ножницы? Я говорю, да нет, вроде бы сказал двуручный секатор. И тут он хлопает себе по лбу и говорит, а, секатор, начинает улыбаться. И говорит, ты знаешь, у меня его нет. Есть у соседа. Да, ты знаешь, у меня нет, но, по-моему, я отдал вот через дорогу, да, вот там эти, там, живут у нас соседи, там дядя Валера. И говорит, сгоняй к нему, вот, у него точно есть и двуручный секатор, говорит, и пила, там, и все, что твоему понадобится, говорит, и точно я ему отдал. И я вот уже понял, что что-то не то тогда. А он кивает там и пальцем не показывает. Я говорю, ну, думаю, ладно, пошел дядя Валерий, а у него чувство юмора нету этого. Уже смешно. И он сказал, говорит, ты помнишь, какое число мне? Сразу, сходу. Я говорю, 1 апреля. Он закрыл калитку, отвернулся и пошел. Я пришел, там отец, конечно, хохочет, там, и так далее, и тому подобное. Папа был доволен. Это был единственный раз, когда меня попросили сбегать и принести двуручный секатор. Знаете, есть такие шутки, от которых уже сердечный приступ на пороге. Совершенно верно. У меня знакомая пошутили. Можно, да, я расскажу? У меня знакомая тоже. Причем профессор, женщина в возрасте, частный дом. Муж лежал, утро воскресенья, он спокойно отдыхал, перелистывал любимый журнал. Она говорит, отец таким гробовым голосом, вставай, что случилось? Затопило подвал полностью. А там какая-то беда страшная была бы, если бы этот подвал затопило. И он пока дошел, он три раза схватился за грудь. Жена уже просто метнулась на кухню за корвалолом и валерьяной. И такая, тихо, 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 все хорошо. Ну вот, вот, собственного мужа чуть не довела до инфаркта. Ну, насчет моего здоровья не переживали, да. Нужно, конечно, четко понимать, кому и за что ты говоришь. И вот эта форма розыгрыша, пойти туда, не зная, куда принести, то не зная, что, вот эта миссия невыполнима, да. Но вот эту шутку над вами вы запомнили лучше всего, да? Ну, нет, почему у меня, у нас существовало много розыгрышей. Дорогие друзья, я вот что хочу сказать, Андрей Владимирович, что самая большая шутка, над которой сегодня смеются все, это вчерашние выборы на Украине. О них мы будем говорить в следующем часе с Виктором Александровичем Чегриным, доктором социологических наук. А вот вашу шутку или продолжающиеся вот примеры, мы, может быть, в следующий раз их озвучим. Хорошо. А вам огромное спасибо. Андрей Владимирович Синичкин, доцент кафедры культурологии Таврической академии Крымского федерального университета, был у нас сегодня в первом часе. Мы говорили о первом апреля. Спасибо. У вас сейчас спина белая, Андрей Владимирович. Всего доброго, да. Пойду чистить.